Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции последующая Стул с кровью. Тяжелое это заболевание? Вы знаете, нет, это не тяжелое заболевание, если правильно продиагностировано Почему? Потому что очень много нюансов нужно знать, понимать при диагностике, либо при консультации такого человека, который жалуется частенько на стул с кровью Ну, как всегда, западная медицина нам в помощь, хотя не всегда она может помочь Почему? Потому что болезни прямой кишки могут вызывать кровь в стуле человека Это самое первое Второе это тяжелое заболевание, онкологические заболевания, либо рак кишечника Но здесь, уважаемые зрители, нам подсказка, что восточная медицина подразумевает по-своему контроль кишечника в нашем организме Это прежде всего, помните, печень контролирует кишечники Потому что если у человека частенько есть заболевания, связанные с кишечниками, ищите проблему, где? В печени Но также следует помнить и не забывать, чтобы цепочка здесь у вас была Печень это сын, а мать это поджелудочная железа Поэтому вот вам и цепочка, если вы хотите наладить работу кишечников Начинайте лечение с поджелудочной железы, печени, а уж потом кишечниками У нас, у людей, все наоборот Ну, конечно же, это могут быть инфекционные болезни всеразличные, которые могут вызывать кровь в стуле человека Это язва желудка двенадцатиперстной кишки Это воспаление кишечников Ну, это частенько, что геморрой может вот так вот проявлять себя Что нам может поведать восточная медицина? Диагностика двенадцати меридианов нам помочь Цепочку мы подсказали вам, уважаемые зрители, на которую вы должны обращать внимание Почему? Потому что если вы не будете обращать на эту цепочку внимание Как лечатся кишечники, вы немножко неправильно, некорректно будете восстанавливать свой организм В следствии чего, ну, будет неправильно немножко Потому что диагностика двенадцати меридианов нам в помощь Она именно раскрывает общий энергетический потенциал Который, что поможет нам восстановление тех или иных проблем с тулом, с кровью Вот, допустим, многие скажут, ну, чем нам может помочь диагностика двенадцати меридианов? Вот, смотрите, шесть меридианов иньских, шесть меридианов яньских Итого двенадцать меридианов Кишечники расположены в животе Живот – это инь Вот сразу вопрос, в каком состоянии иньские органы и энергия инь А если энергии не хватает, а энергии янь много А если и иньской энергии не хватает, и яньской энергии не хватает Смотрите, кишечники – это яньская энергия, а живот – это иньская энергия Вследствие чего дисбаланс среди инь и янь И что? Болезнь развивается у человека Что необходимо сделать? Прежде всего, хотя бы приведите в баланс инь и янь И диагностика 12 меридианов, уважаемый зритель, вам в помощь И точка МЦ7 Долинь вам в помощь И состояние данного меридиана Данный меридиан иньский, а контролирует яньские органы К которому относятся кишечники Вот так он просто При слабости, вялости энергии инь и янь данная точка тонизируется При воспалительных процессах энергии инь и янь данная точка расслабляется Поэтому диагностика 12 меридианов при тяжелых заболеваниях Согласно восточной медицине, обязательно и никаких но Спасибо за внимание